привет ребята с вами костя и сегодня у нас будет билдосик на аспекте гуань ю в комментах писал человек попробовать билд через тройной удар на копье и атака диметры а также взрыв после 10 стаков азноба я написал что в принципе ничего хорошего из этого билда не получится но как комплексный билд до с выживаемостью более-менее неплохой атакой это билд хороший потому что азноба это замедление замедление это больше выживаемости почему решил вас взять эксперт гуань ю не знаю просто для разнообразия плюс у него атака после рывка не имеет урон больше чем у остальных аспектов то есть если здесь тридцатник на этом аспекте ахиллеса двадцатник но тут можно сделать урон 50 после погони также у гуань ю есть круговая атака которая тоже может настакивать азноб неплохо происходит неплохое количество тычек ладненько что у нас по зеркалу по зеркалу думаю по любому особое положение дуо дары дуо дары нам особо не нужны поэтому я выбираю больше шанс на эпике но в остальном все без изменений так берем тринку диаметры как это будет все сейчас я с моло . беру тройный укол а а дальше с деметры буду ролять атаку как обычно желательно эпическую но как получится так тройной укол а а не тройной укол зазубренный наконечник нужно уже забыл что это такое отлично хорошо что мне повезло у нас уменьшается количество дальность рывка но мы после рывка делаем 3 быстрые атаки это очень круто можно за комбинировать с рывком артемиды на увеличенный урон атаки все рывка так урон спину можно спокойно брать потому что мы часто будем бить спину а модификатор плюс 139 пациентов это очень сильно так ключик по любому глючик и рульчики нужны до дальность рывка это конечно печально на гиперактивный спринт нужно взять если повезет что дальность очень печальная в битвах с боссами будет трудновато доджить атаки диметра идем к диметре плюс желательно хп-шки собирать это аспект гоньюи да не очень подходящий аспект но просто решил для разнообразия взять почему бы нет почему бы не попробовать на этом аспекте плюс у этого аспекта увеличен урон атаки после рывка само по себе оружие считается в этой игре тяжелым плюс можно хилиться на черепочках можно отхиливаться спокойно есть контакт диметр атаку пожалуйста эпическую хорошо повезло в этот раз очень повезло как обычно дописали в комментариях кости типичный кости говорит все время повезло в это в этот раз повезло да и в этот раз повезло так погнали дальше посмотрим что нас будет дальше ждать окей а house желательно продажи нет жаль а денег нет а стоп или плюс левел или магазин а я думаю магазину хотя нет какой магазин если у нас 200 монет можно потом в последний магазин зайти купить все что нужно с диметры нам еще обязательно взять дар на взрыв после 10 стаков озноба что мы хотим проверить как это хорошо работает или плохо дионис афродита вообще хорошо взять эффект вместе какой-нибудь для того чтобы прокала метка после получения урона так как на рывок я хочу взять артемиду поэтому месяц афродита и зайдет вместе про диточки зайдет удар в спину на 700 был ой на 700 на 300 без крита без всего мне хп маловато надо отхилиться так после смерти рывок я даже рероль на особая атака и вообще не пользую хотя ладно возьму особую пускай будет не хай будет хпшки да золотишко не пропускаем пышки нужны что очень мало надо отхилиться использовать особенность гуаньюя и похилиться боже мой мне всегда не нравилось особенность вообще в этой игре а так то что ты начинаешь заряжать атаку заряженную атаку использовать после того как провел обычную атаку так как бы не очень удобно так окей отлично окей отлично диметра и афродита ну да ай колодец не посмотрел ай-яй-яй-яй-яй так буду биться против афродита то что диметра не очень мне нравится как противник хотя обе обе не нравится ну ладно так я реролью вот арктический взрыв давайте проверять давайте проверять редкость а быть ну редко но пойдет пойдет как бы 10 статов все равно настакиваются не так моментально понимаете даже с учетом того что у меня атака быстрая а ой-ёй-ёй что-то прав афродиточку забыл урона хватает но выживаемости нет пока так особенно враги получают больше урона возьмем и буду надеяться на то что получу эффект мести а с эффектом нужно еще увеличение длительности ослабления тогда вообще будет имба метка будет долго длиться так дайте я хэпэшечки восстановлю сейчас знаете в чем прикол из-за того что мне трудно тройная атака противник быстрее умирает от этой тройной атаки чем от моего вихря я хочу вихрем убить противника получается убиваю атакой после рывка и для того чтобы не убивать вихрем нужно сначала смотреть в одну сторону потом в другую потом уже на противник так ладно а так качаю конечно же а чаю атаку сундучок с кристалликами не интересно а булдик ну как вы думаете повезет мне или не повезет от а таймер то идет золотишко ну да возьму золото болди болди так бонус к урону ясно на что я надеялся афина афина а зачем афина стоп у афины есть модификатор увеличенный урон в спину то хватит черепочки и я просто не очень помню как это делать как это собирается но я бы это взял блин его видели да просто с одной тройной падает и нужно побыстрее быть душная комната попалась так 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 вообще самый прикольный билд на аспект гуаньо это заряженный быстрее вихрь заряжаешь вроде бы и большая зона поражения в этого вихря но такой мне билд есть стоп я сейчас кое-что проверю ослепляющая вспышка то есть взять бы рывок тоже неплохо это врывок имба но с таким количеством хп я бы его взял дай рывок пожалуйста ясно ладно священный щит тоже имба тоже имба так магазинчик хп-шки а погнали магазин денег хватает может и хп-шки там будут гермес денис особый удар становится быстрее гиперактивный спринт сегодня заедет атака становится быстрее не знаю как это работает но это стоп вроде бы тройная атака стала быстрее может мне кажется но вроде стала побыстрее оптимистичный настрой хорошо зайдет очень хорошо зайдет я беру короче получается билд и сборной солянки какой-то наверно надо было брать не метку а любимчик семьи здорово девчата здорово здорово оп оп еще бы артемидочку так ну взрыв произошел сюда сюда ну знаете очень сильно получается так похиль меня отхил тяжелая тема на этом аспекте тяжелая потому что вы начинаете заряжать особую и просто у вас противники начинают упивать за то что вы стоите на месте так погнали дальше на следующий этаж чтобы я взял артемиду что ли но во первых увеличенный урон после рывка во вторых шанс крита что то что то хорошо а меньше думаем больше делаем погнали погнали дальше ну неплохой билдец даже с учетом того что здесь ничего нет на урон неплохой так артемида 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 не люблю я особо это хотя я все это же не люблю люблю наверно 1 и 4 тоже не люблю за то что в нем появляется ну можно в нем пройти 4 коридора вместо 2 так почему-то иногда не получается тройную итаку провести не знаю почему вроде бы и рок сделал но ничего не получается окей так болевые точки или или болевые точки окей берем или рывок ничего страшного если рывок артемида не возьмем прикол в том что на рывок можно взять что-нибудь с проклятием да типа диониса и будет накладываться метка очень как-то лениво работает тройной удару после рывка очень лениво то есть быстрая его не поделаешь надо немножко подождать после атаки а еще одно артемида хорошо погнали карте меди денег то все равно не хватает на магазин на магазинчик не хватает вот вроде бы и рывок сделано что-то не работало ничего то есть взрыв после 10 стаков это я бы сказал больше чем больше минус чем плюс объясняю почему взрыв наносит маленький урон 10 стаков ты набиваешь долго а на противнике желательно чтобы просто эти стака 10 стаков держались из-за очень сильного замедления то есть на босса допустим да ну вот смотрите чтобы вы хотели нанести урон 90 90 урона или постоянно держать босса в заморозке можно сказать так а вот это я беру хоть ничего метка хорошая тема блин ладно пошли к дионису там я не знаю фонтанчик возьмем я не знаю я особо афину не хочу брать ну просто там уже безвырье безвыходное положение было пришлось ее взять так паромчик ну то есть урон чтобы вы понимали хорошие очень хорош но нужно привыкнуть таймингом даже не то чтобы к таймингам представьте что вы играете не на копье а на луке с выстрелом в упор вот что-то типа того то же самое вот такой же геймплей рывок атака рывок атака и нужно тайминг между рывками сдерживать так ну давай берем урон с фонтанов как минимум это раз два три этажа это 12 процентов это минимум это неплохо так то надо спасибо братишка у них и по и так не хватает надо помогать помогать любовь мы до особенность этого аспекта утрачивается до из-за того что мы не пользуемся круговой атакой но почему я же повторяюсь почему я не взял этот аспект потому что у него увеличенный урон изначально и не нужно никакие костыли использовать для того чтобы получить увеличенный урон типа погони или накладывание метки у аспекта аида не знаю прям захотелось и все на гуанью и да просто прикол в том что за дополнительные 50 процентов к атаке после рывка я расплачиваюсь тем что у меня хп мало я думаю это небольшая проблема особо не особо большая проблема плюс у меня уже 78 хп вы понимаете целых 78 о 90 гермес вообще-то наверно хп шки возьму 90 очень мало надо что-то пополнять потихоньку а то у что-то я не помню такой комнаты чтобы вы понимали тифу я одновременно столько змеи не видел никогда шоке был думаю нифигасе вы меня встречается уважаемые еще хороший билд на этот аспект на положим через афину то есть круговые атаки они также и отражают и хилят вообще удобно так вот строю в зал это последние погнали магазин гермес гиперактивный спринт но он все равно придет так кто здесь диметра окей чё дашь а у и рывок нет любые эффекты и стены исцеления становятся более мощными на 54 процент на гуанью и вроде бы это не работает они и дебафы исцеления и бафы исцеления не работают то есть дебафы спакта можно выключить выключить вообще отхил от фонтанов от всего от предметов но на от вихря от хил остается уже проверено так зря только потратил можно сказать давай похилимся зря твари ролл потратил такое не очень хорошее все они очень хорошо да припер туда и ну вот вот то же самое что на луки играть вот реально то же самое только у лука одна атака факт а здесь три быстрые боже мой кто меня бьете бросочек про него забыл и взрыв 90 урона ну ну вы сами понимаете что то такое что это такое тихо тихо надо немножко попользоваться особенностью гоню но у меня будут проблемы с такими боссом как аид но вы понимаете аид минотавр мобильности нет так может отхилиться на нем немножко давай хорошо а мобильности нет особого урона нет то есть это как ощущается как не то чтобы челлендж а просто забег с каким-то рандомным билдом по факту по ощущениям так следующий этаж что афродиту ну как как я и говорил то что эффект мести хочется то взять артемида ты уже не как еще рывок с артемидом нужен хаоса не появляется ну да печаль печалька это печально а скорее всего я бы вам не советовал для такого для подобного билда брать этот аспект потому что знаете что-то он себя показывает не очень хороший не сход не с очень хорошей стороны я обсказал наверное скорее всего лучше зайдет аспект ахиллеса почему ахиллеса не аида но аида использовать тяжелее потому что там нужно заряженную атаку вот я вроде бы и рвок делаю но где атака я не понимаю аспект аида особую нужно заряжать это подставляться а у ахиллеса просто делаешь особый во первых как рывок делаешь хорошая мобильца во вторых сразу увеличенный урон получаешь так давай эффект мести другая лига давай мы возьмем другую либо ну давай ну давай молоточек а шоешь с молоточком можно ли а тройной укол который в начале был он работает на рывок на атаку после рывка то есть будет ли у меня 3 атаки с рывком три копья это будет интересно посмотреть если если да вроде бы работает только я не уверен хотя или может отработать только на обычную атаку вот но я же делаю рывок непонятно вот опять делаю рывок странно работает такое ощущение что иногда не срабатывает так тройной летит дальше особо не интересно ну-ка не работает ясно ясно молоточек потрачен впустую пустую просто так гермес гиперактивный сприт это хоть что-то хоть что-то здесь меня спасет возможно так не резаться не резаться прошу прощения но на этом все хилимся делимся так наверно чтобы он не знаю заметно было что дает дар на взрыв после 10 стаков наверно нужно играть на пушки аспекте лютерфера в каком-нибудь правильно так давай сюда черт дополнительный рывок я реролю гиперактивный спринт хочу вот это другое дело теперь у меня стал обычный рывок может так сказать призыв спута кофе на опять же финна не нужна и и скипнуть хочу но там мини-босса мини-босс мог быть минотавра минотавр этом проблема хотя одну не совсем проблема потому что не думаю что с уроном у меня проблем не чисто урод проблемы с хп 118 вы вы как бы понимаете что это маленькое количество хп не-не-не-не-не-не-не-не стой 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 блин ведьма там с такими шариками очень неприятная тема так качать-то оптимистично строить другую лигу пошу то тоже самое то 4 процента 3 постоянного давай это неплохие боги у нас в трайлсах против артемид очки побьюсь диметра что ты а ну подожди прокни на атаку или на что-нибудь хорошее на что-то такое на метку плохо она и так эпическая была плюс но болевая точка меня есть вроде бы да я чё-то не уверен вроде бы есть тихо тихо да меточка хорошо работает то есть элитники отлетают быстро согласитесь то есть вроде бы вроде бы у этого аспекта у этого билда ничего нет но элитники отлетают нормально не знают работает опять нету ну давай идеально убийство пускай будет так дионис с мини боссом дениса не хочу диониса не хочу ну погнали к патроклу патрокол здорово чё ты можешь подогнать отхил за комнату вся увеличение урона на 60 процентов атаки атаки не урона обычная так то есть он даже атака после ровка не увеличиваются в уроне так что наверно отхил с комнаты пускай будет хотя у меня и вихри хилит но я им как-то не пользуюсь как-то я не пользуюсь и говорю как-то я им не пользуюсь сразу следующей комнате с чего начинается битва с отхила на фулл хп у меня фулл хп я хилит вот я бы в этой комнате пострадал бы если бы не было гиперактивного спринта как пострадал было бы очень неприятно биться против машинок так что качать что качать атака атака еще дает в процентах неплохо так что качаю чё тут у нас тьма тьма неинтересно этот хилл хп денег у меня хватает на последний магазин то есть чтобы я не говорил блин ну почему она не срабатывает я не понимаю чтобы вы понимали я только что пытался сделать атаку после ровка она почему-то не работала так то есть вроде бы ничего особенного на но вроде бы и неплохо неплохо из-за того что тройную удар после рывка хорошо работает хорошо урон наносит только поэтому можно сказать так откилимся немножко шикарно если бы не было таймера я здесь есть абуз знаете какой как бы противники с душами то есть они бесконечно могут спавниться вы можете отхилить себе full хп давая воскрешаться противнику так но я иду наверно в магазин надеюсь на артемиду давать диме так ей на хпшки хватит лично на убийстве на мороз качество как бы не очень пойдет так знаете что я я говорил что урон нормальный но я не знаю сейчас мы это проверим офигенная зона поражения я вам так скажу опять не работает я не понимаю я не знаю как работает эта атака после рывка офигенная дальность поражения рывком но атакой после рывка блин я сейчас получу я таки думал отхилить захотел опять он странно странно у меня начинает подвешивать это атака после рывка у меня есть болдики блин да а где болзик сюда блин еще и раскрутился во время тут дело уже в в том что тройной рывок имеет анимацию гиперактивный спринт имеют тоже анимацию это чтобы вы понимали не очень удобно этому как-то привыкнуть нужно просто по факту не буду не так уж и плохо но трудновато привыкнуть боже мой да хватит меня таранить гаденыш читер читер крысы из куста дай-ка я тьму подберу пока ты там будешь балакать монетку тоже не 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 фух что я думал что потеряю жизнь блин аиде будет тяжеловат очень тяжело будет очень тяжело ну тут наконечник что она здесь продается ничего интересного погнали дальше что-то мне меня закрадывается сомнение что я могу даже на еде откиснуть то есть по факту то у меня сколько хп 450 ну 435 хп сумму за три жизни подожди но чуть больше получается то 4 жизни у меня сейчас афродита хорошо артемиды нет плохо артемида есть здесь отлично диметру их тоже не вижу смысла к ней идти что у нее может быть интересно я думал тебя убил откуда 861 урон но скорее всего это модификатору удара в спину потом крит вот как это неприятно вы не вы не представляете делаю рывок после рывка бью атаку но проходит обычная атака а сейчас все нормально странная какая-то тема с толку сбивает может по два рывка делать просто не по одному по два рывка хотя и можно сказать дпс упадет или просто спамить рыбок и атаку так будет проще я ребят не знаю чё делать с этим милом спасибо за совета очень хороший билл получился ай они спасибо за советы не очень приятно вы подсказываете потому что у меня идеи сик иссякли можно сказать а может еще раз можно сказать можно сказать видосы на вас и держится ребят хотя тут больше у меня уже то чтобы показать какой-то имбовый билд потому что все имбовые билды я походу перепробовал уже больше узнать что-то новое проверить что-то так это капсулировка у кей у кей увеличится ли урон и я вообще я думал как это работает увеличивается урон 1 атаки из 3 или всех 3 не на эффект мести мне так и не дали эффект вместе мне так и не дали то есть чтобы вы понимали а но я особым накладывать могу я могу накладывать особым точно накладывая ослабление особым я так и азнока ну это неудобно это очень удобно реально то есть мне бы хотелось бы даже как-то проверить этот урон увеличился или нет но но вроде бы и незаметно чтобы вы понимали незаметно что-то капсулировка артемиды что-то мне дал ой блин я бы я бы хотел уже заканчивать сна вы меня растягиваете удовольствие можно так сказать вообще я думаю в последующие записи уже делать рандомные забеги может это как можно сказать хотя интрига всегда сохранять правильно нет смысла в рандомных забегах их не так уж интересно смотреть потому что ну пробежался я до записал выкинул а там по факту вообще ничего интересного да здесь тоже как бы такая себе темочка проверка но мы с какой-то целью бежим сейчас понимаете какой-то цели а я димитру еще хочу не хочу золоте опрогнали золото фармане о боже мой какой классный билд и я прям кайфую опять же вы напишите в комментариях костян чё ты этот аспект взял вот чё он вообще не подходит под этот аспект подходит только бил через круговую атаку через заряженную я вам скажу конечно же но я просто хотел проверить вот знаете алды помнят да и наверное я еще иногда у меня пролетает такая тема что я вместо хотите-хочете я говорю да вчера с дочкой пошли гулять на батут и рядом прошла семья и мужик говорил хочет то ну тоже то то есть белорусов есть такая фишка походу славленные враги получают больше урона увеличить на 9 процентов атаку плохо что ладно не забывать накладывать особо особым ослаблением и все будет хорошо и все будет хорошо ну что какие ставки пойду первая ставка зайду 2 не пройду 3 пройду и потеряю кучу жизни ну кучу и вот входит от 2 до всех аду до 3 одну жизнь это я не считаю 162 хп так-то и билд у меня не через отхил то есть я себя уже взаим заранее в невыгодное положение поставил так бросок особы накладываем дебаффы и он уходит удивительно ну да ну когда метка висит неплохо так вроде неплохо выходит вот именно когда все дебаффы висят ау сюда так давай-ка болдиком тебя подушим немножко конечно подушил проверять болдик у нас снайпер от бога вот эти дополнительные ну вот я делаю рывок вы видели хоть атаку тройную да нет не работает так следующая стадия давай кайту шарик трофлишь я теряю жизнь я вам говорю так оптимистично настроя оттягивать неизбежно кожу ой 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 ну я так долго живу из-за наконечника из-за дар арт а афина нормальная . проверяй ты чечка нормалек понимаете у меня аид ускорен и с такой анимацией долго тяжело уклоняться то есть ну вот так вот плюс рывок укорочен коротенькими рывочек коротенький чисто это можно было бы задоджить как-то да а я говорил что у меня четыреста там 50 хп да нет мне же после смерти половина хп появляется только ты может прекратишь читер не но это несправедливо такое ощущение как будто он сквозь текстуры был но это просто такая 3d отрисовка изометрическая неправильно немножко когда кажется что ты за препятствием за препятствием но оказывается на самом деле нет уходи куда настрой тащи ну что я могу сказать чисто на выживание живу сейчас на замедлении хотя замедление незаметно серьезно что-то я замедление чудо не замечают ну просто из-за того что да давай давай 10 15 стаков черепочков 10 15 20 10 откуда там еще одна лужа была я же видел одну я ее задоджил а вторая откуда взялась хватит черепочки раскидывать короче игнорю ну то есть игнорю лучи именно тяжело блин отхилиться решил проверяйте отхилился опять короче только что я запорол жестко себе катку вот я косячник вот косячник стой 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 да это просто жесть ускоренная it разрывает куча анимаций куча анимаций которые просто он контрит своими быстрыми атаками ну не знаю не я мог я понимаю что я уже его не выиграл потому что я играю во первых как растяпа во вторых ну такой билдец получился не знаю очень большой минус тройной атаки после рывка очень большой это долгая анимация плюс маленький рывок это наверное это не худший дар с молотка но это очень плохой дар с молотка ты получаешь урон взамен ты получаешь очень большой дебаф прям громаднейший дебаф на сокращение рывка это раз во вторых тройной укол это и плюс и минус ну тройной удар после рывка потому что анимация то долгая и чтобы компенсировать дальность рывка ты берешь гиперактивный спринт ты еще увеличиваешь длительность анимации ну вот как то так такой билд я мог его пройти конечно но я у меня просто вот как вам сказать терпение чуть не хватает мне если бы я аккуратнее играл да я просто сильно торопился можно сказать и подставлялся спасибо ребята за внимание советуйте билды в комментариях я почитаю посмотрим что можно сделать всем удачки и пока